Всем привет! Здравствуйте, Владимир! Итак, вот у нас на доске задача, составленная Александром Дмитриевичем Петровым под названием «Бегство Наполеона из Москвы в Париж» по мотивам события 1812 года. Совершенно верно. Это задача, значит, условия этой задачи мат в 14 ходов. Поэтому ее именно решать нужно, именно не меньше 14 ходов мат. Здесь будет такая проблема, что мат можно и скорее поставить, но его нельзя ставить просто. Хотя это, конечно, несколько не по правилам шахматной композиции, но таким интригиальным путем Александр Дмитриевич Петров хотел показать то, что не смогли поймать Наполеона около реки Березины. Да, задача действительно очень уникальная, очень уникальная. Я был в детстве просто очарован этой задачей. И надо сказать, что для самого Александра Дмитриевича эта задача сыграла огромный урок в его жизни. Он был приближен ко дворцу царя в Петербурге. И когда он показал своим знакомым эту задачу, они решили, что они смогут ее показать еще выше, значит, к моему императору. Когда они начали показывать, у них ничего не получилось, они забыли, потому что очень много фигур. Они же не записали. Получилось так, что они опять срочно вызвали Александра Дмитриевича. Он приехал, показал. Только тогда дошло уже до императора, эта задача была показана Александру Первому. После этого 25-летний Александр Дмитриевич Петров стал царским советником при дворце. И дальнейшая жизнь у него была связана с довольно крупными должностями. И он даже в истории остался как тайный советник императора нашего. Одним словом, эта задача повлияла на его судьбу, но в какой-то степени резкое повышение по службе послужило не очень хорошим для самого дела шахмат, поскольку недоработанным осталась эта композиция. Вот в чем беда. Дело в том, что по всем правилам шахматной композиции не должно быть ни одной дуали, так называемой. То есть, когда решение может быть двойственным и в одном случае, и в другом случае. Это называется дуаль. Так вот, тут две дуали происходят. Конечно, это не снижает художественные ценности этой работы. Я считаю, что это уникальный эскиз. И то, что не поймали Наполеона, можно было показать путем ложного следа. Есть так называемые ложные следы в шахматах, шахматной композиции. Путем ложного следа, слабой защиты, извиняюсь, путем слабой защиты можно было показать как раз то, что не был пойман Наполеон. Можно вот буквально эту задачу уже демонстрировать, наверное. Да, Роман? Тут все достаточно очевидно. Белые первым ходом ставят двойной шах. И дальше Чёрного Короля преследует конница. То есть, по сюжету это конница Атамана Платова. То есть, что было на самом деле, да? Пока у Чёрного Короля... Там была конница Атамана Платова, там ещё была конница генерала Чичагова. По-моему, так его фамилия, да. И были передовые войска Милорадовича тоже, генерала. То есть, это как бы обобщённо. Ну да, то есть... Да, вот здесь момент интересный. Здесь тоже ни одна лошадка гонит вражеского короля. Можно конь А3, можно конь С3. Вот та дуаль, о которой Владимир, вы говорили. Король А6. Здесь белые могли поставить мат. И мат в один ход. Это как бы символизирует, что в районе реки Березины Наполеона могли взять в плен. Но разведка его не заметила. И Наполеону удалось... Наполеон запутал немножко наших конников. Он сделал вид, что он в одном месте хочет прорываться через реку. А сам сделал хитрое такое, как бы, движение в другом месте совершенно. Все наши силы сосредоточились в одном месте. Он проскочил. Но там по-разному можно интерпретировать, конечно. В этой задаче показывается бегство одного Наполеона. Не всей армии Наполеона. Ну, с шахматными средствами сложно гнать всю армию, чтобы она отступала вместе с королем. То есть, это правилами не предусмотрено. Вот. И после короля А8 у белых две возможности поставить мат в один ход. Король Ж3 или Король Ж2. Это тоже дуаль, о которой, Владимир, вы говорили. Ну и конечная позиция символична. То есть, Александр Первый своим ходом пленяет Наполеона в Париже. То есть, поле А8 это Париж, поле Б1, где он там находился, это Москва. Б1 это... Да. Да, кстати, Роман Юрьевич, нужно сказать, что король белых был как раз символизировал Александра Первого. А вот Перс символизировал русскую мощь армии нашей. И ведь посмотрите, Александр Дмитриевич думал, что самая сильная фигура должна демонстрировать мощь русской армии. Однако мы знаем, насколько может быть мощнее оружие, чем тогдашняя пушка. Поэтому у меня в коррекции как раз поле H1 занимает ладья, пушка. Вот что интересно. Конечно, Петров не мог знать, что будут более сильные средства оружия когда-то. Поэтому он изобразил самое сильное средство оружия, это самые сильные фигуры, конечно, он изобразил. Ну, насчет символизации короля, что это император Александр Первый, я все-таки думаю, что это ближе всего все-таки Кутузов, поскольку встретились два военачальника, ну и Наполеон был очень сильным, конечно, военачальником, буквально гениальным, многие считают. Кутузов тоже показал, что можно и с таким военачальником бороться, правда, Александр Первый утверждал те планы, которые Кутузов, Михаил Кутузов, который, значит, создавал все планы, их утверждал Александр Первый, конечно, сам-то их составлял все равно Михаил Кутузов, Иларионович Кутузов составлял эти планы. Ну, можно считать, что Кутузов, а потом вы скорректировали этот этюд в детстве, как вы нам рассказывали, и забыли. После чего